Вы слушаете разбор по книге Откровения Церкви Брукхейвен, Евангельской Баптистской Церкви, часть 62. Приветствую вас, братья и сестры! Мир вам! Мы будем продолжать разбор Слова Божия. Мы находимся в книге Откровения, 17 глава. Давайте мы прочитаем вместе из 17 главы. Брат Андрей, прочитаем. Мы так давно тебя уже не видели, не слышали, только вот в молитве сегодня услышали. Пожалуйста, 17 глава Откровения. Глава 17 книга Откровения. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящей на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и в ином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню. И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя тайно. Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум имеющих мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и исчезла семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнецем, и агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих, и царь царей, и те, которые с ним суть званые, и избранные, и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее сидят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Хорошо, спасибо. Друзья, мы с вами в прошлый раз проходили вот уже 17 главу, и практически мы дошли вот до 8 стиха. Мы немножко рассматривали здесь вот именно об этом, потому что когда мы видели, что вот ангел сказал ему, что я покажу тебе тайну, и он сказал, покажу тебе тайну жены и зверя. И потом с 8 стиха он начинает как бы в обратном порядке, здесь он начинает с того, что показывает тайну зверя. И мы в прошлый раз с вами немножко поговорили об этом, кто именно вот этот зверь, и мы говорили о том, что это значит, что он выйдет из бездны. Мы понимаем, что бездна это где-то есть вот эта внутренняя часть земли, там, где содержатся, в общем-то, злые духи. Нам Писание об этом, мы просматривали некоторые места, говорит об этом. И тоже вот важное противопоставление нам увидеть. В то время, когда Господь, Он с неба, то мы видим, что вот этот зверь, который вот носит эту женщину, и который совершает все вот эти дела здесь на земле, то он из бездны. Тоже, знаете, очень интересно, мы в прошлый раз как-то немного говорили об этом, но какое-то тоже вот говоря о противопоставлении. Подумайте, что Христос всегда предоставляется, и вот даже здесь вот в книге Откровения, как агнец. Вот антихрид предоставляется как зверь. Вот какое противопоставление, просто подумайте об этом. Агнец это что-то такое, знаете, ну, нежное, кроткое. Зверь злое, хищное. Агнец, как вот для жертвенного и всего, нам предоставляется как чистый, да. Зверь предоставляется как нечистый, да. То есть вот такие вот конкретные, знаете, противопоставления того, что из себя представляет вот этот зверь, о котором мы говорили. Помните, мы в прошлый раз тоже немножко, я напоминаю, говорили, что он пойдет в погибель, да. И тоже очень удивительно, что антихрист и лжепророка, которые мы с вами читали в 14 главе, это две личности, которые практически из всех живущих на земле, которые вот как люди, да, это те, которые никогда не будут иметь шанса предстать на суд. То есть если все остальные живущие, да, мы с вами говорили, они все-таки будут иметь возможность стать на суд перед Иисусом, перед Богом у великого белого престола, то эти двое, написано, что после окончания, когда вот это будет последняя война, то они будут живыми связаны. И более того, это будут первыми обитателями озера Огненное, да, написано, что они будут схвачены и живыми брошены в озеро Огненное. Потом Сатана будет скован только на тысячу лет, потом опять будет отпущен, и после тысячи лет потом Сатана опять, написано, он будет брошен в озеро Огненное, где уже антихрист, да, и лжепророк. Третьим окажется он там, и потом будет великий белый престол, и будет суд, и те, которые не были записаны в книгу жизни, они были брошены уже в озеро Огненное. То есть мы видим, что это первые практически обитатели, да, здесь вот и говорится, пойдет в погибель. И потом мы с вами говорим о том, что и удивятся из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. И мы тоже немножко говорили об этом, и чему имена они удивятся. Один вопрос, который у нас поступил уже после разбора, это немножко, чтобы обратить внимание, вот здесь написано, «Имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира». Мы практически об этом абсолютно даже не говорили, да. Что это значит? Что это имеется в виду здесь, когда вот говорится, что вот удивятся те, которые будут жить на земле, но не все удивятся, да, а удивятся на живущих на земле, именно те, которых имена не вписаны в книги жизни, и не просто в книгу жизни, а от начала мира. Пожалуйста, друзья, как вот мы понимаем, такой вот вопрос поступил, и как мы будем рассматривать его, потому что, я думаю, мы с вами понимаем о том, что есть такое учение, как мы часто к нему обращаемся, или называем как кальвинистское учение, да, где, в принципе, как бы говорится о том, что вот есть люди, которые предопределены, те, которые не предопределены, и те, которые не предопределены, они ничто не могут сделать, чтобы стать верующими, и те, которые определены, они ничто не могут сделать, чтобы стать неверующими, да, по сути дела. И вот интересное здесь такое тоже у нас выражение, что имена не написаны в книгу жизни. Текст как бы здесь не говорит о том, что имена, если так можно выразиться, не найдены в книге жизни в настоящее время. Как бы не смысл того, что они были и потом были вычеркнуты. Вот здесь этого как бы такого мы не находим. Вот в других местах, да, Слово Божие нам говорит о том, Бог вычеркнет, да, кого-то из книги жизни и все. Но здесь немножко говорится о другом. Пожалуйста, какие у нас мысли по этому? Где мы еще в Откровении, друзья, видим, говорится о книге жизни? Пожалуйста. Тринадцатая глава. Пожалуйста, прочитайте, Виктор Андреевич, где у нас микрофон. Тринадцатая глава с восьмого стиха, да. И поклонятся ему все живущие на земле, это то есть зверю, которых имена не написаны в книге жизни у агнца, закланного от создания мира. Вот посмотрите, зверю поклонятся кто? Те, чьи имена опять-таки не записаны в книге жизни. Из какого времени? От начала времени, да. То есть еще прежде создания мира. Интересно, в четырнадцатой главе мы видим, что здесь, когда мы видим вот этих трех ангелов, да, и здесь мы видим, третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаши гнева его, и будет мучен в огне и сере пред святыми ангелами и преданцами. Дым мучений будет восходить во веки и кухов, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночи, поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его». То есть показано, что эти люди, которые приняли, да, помните, мы об этом говорили, какое-то бесповоротное их состояние, да, которые приняли начертание. Все, здесь говорится, они будут пить вино вот ярости Божией, вино цельное, будут мучимы и так дальше. И показано, что как будто бы на этом конец уже, да. И вот эти места, что мы прочитали, 13 глава, здесь мы в 17 пишем, да, что ихния имена были не вписаны в книгу жизни от начала. Пожалуйста, какие мысли, друзья? Пожалуйста, Андрей. Может быть, у меня мысль такая не совсем завершенная, может быть, больше для, я выскажу, как-то, может, подумать об этом. Просто когда вот мы читаем об Иоанна, он сказал, что «я смотрел», 6 стих, да, «и видя ее, то есть жену, что она упоена кровью святых и свидетелей Иисусовых, «дивился удивлением великим», то есть у него вот это удивление от того, что он увидел кровь святых, то есть это его, ну, настолько перевернуло сердце его. А здесь, 8 стих, «и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни, видя, что зверь был и нет его, и явится». То есть вот эта группа людей, они удивляются, потому что они смотрят на зверя, на его действия. Вот есть ли в этом какой-то смысл? Ну, пожалуйста, может, у тебя какие-то мысли в этом есть? Ну, у меня мысли, я вижу, что на что я смотрю, тому я и удивляюсь. То есть почему-то для Иоанна была важна кровь святых, он увидел, он смотрел, это, ну, видно, что это важно было для его сердца. А те, которые, ну, не вписаны в книгу жизни, почему-то они смотрят, им очень важно все, что связано со зверем, его все движения. Я беру себе такой урок маленький, смотреть на Господа, на его движение, на его действия в своей жизни, на церковь, на страдания, об этом молиться, ну, и подальше быть от всего мирского. Да, очень хорошее обозрение, потому что многие верующие как будто бы прилеплены к новостям и удивляются всему тому, что видят и слышат, и так это их волнует, и все, да. А в Слово Божие нету времени заглянуть, да. И кто в последнее время будут, и кто будет прилеплены к компьютерам, к телевизору, к новостям и так дальше, да, они будут удивляться этому. В то время как те, которые имена записаны в книгу жизни, и для них ничто это не будет предоставить. Пожалуйста, брат Яков. Чуть-чуть хотел добавить, потому что Андрей говорил, Иоанн удивлялся, видя, что она была упоена кровью. Как я понимаю, что он это видел, и она была упоена, и ей было этого мало. То есть ей еще хотелось этого больше и больше. То есть она как бы непрерывно хотелось ей этой крови. Когда говорится о другой группе людей, что они были удивлены о том, что увидели этого зверя, мы на прошлом разборе говорили о том, что этот зверь, он был, и потом не стало его, и явился. И мы говорили о том, что он как бы воскрес, и поэтому эти люди, которые видели, что он был, и потом его не стало, и вот он воскрес, они вот этому удивлялись. То есть в этот момент они его сто процентов приняли как за самого Бога. Это его, ихнее удивление было. Хорошо. Да, пожалуйста, брат Виталий. Как я понял, вопрос-то стоит в том, что, что за книга, и что за имена, которые не написаны от начала. Вот именно этот вопрос, да. Почему именно так? Мне кажется, так как Бог вне времени, и в принципе, Он наперед уже знал, кто не предопределил, а знал. Это как бы две разные вещи. Вот начало мира, кто погибнет, и кто будет вписан в книгу жизни, и кто нет. Я как бы скорее в это поверю, чем в то, что Бог предопределил мне спастись, я спасусь, а кому нет, тот не спасется. В Библии мы этого не видим. Хорошо. Еще есть, пожалуйста, какие? Да, брат Яков и потом брат Василий. Ну давай, брат Василий. Я думаю, что, наверное, тут не столь важна сама фраза от начала мира. Сколько записаны или не записаны. Вот Даниила 12.1, здесь тоже написано, ну, восстанет и так далее. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записаны в книге. То есть это тоже перекресток, ссылка с Откровения 13.8. Да, и мы видим и Откровение 21.27. «Не войдет в него ничто нечистое, никто предан им мерзости и лжи, а только те, которые записаны, написаны у Агнца в книге жизни». Я думаю, что тут важен как факт. На сегодняшний день Господь знает, когда записаны и что записаны, но как факт, есть те, кто записаны, есть те, кто не записаны. Там спасутся те, кто записаны, а там те, кто не записаны, удивлятся. То есть это говорит о принадлежности людей к Богу. И все. Хорошо, да, брат Яков? По поводу предопределения, это мое мнение такое, когда говорится в Писании, что кого предопределил, тех и избрал и так дальше, то когда Бог, когда Сатана был свергнут с неба, то Сатана был уже предопределенным на погибель. То есть в какой-то мере я полагаю то, что когда говорится о предопределении, там на погибель, например, то конкретно говорится о Сатане. А если люди, последовавшие за Сатаной, они, естественно, будут, скажем, четвертыми, если учитывая то, что там будет двое, потом третий и уже последователи Сатаны. Вот это есть, я думаю, вот это предопределение. Хорошо, да, брат у нас в гостях, не знаю, как звать вас. Александр, да, пожалуйста. Мне приходит на память Иуда. Именно фраза «Люди издревле предназначены к всему осуждению». Иуда, четвертый стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Это как бы тоже люди, те, которые отвергали Бога. И всякую благодать Божью они превращали только в своем воображении и в свою пользу. Я думаю, как и Иуда, эти люди могли иметь место там тоже. Хорошо, между прочим, удивительное место. Вот это вот из послания Иуды, да, здесь явно говорится о тех людях, которые находятся среди церкви. Это не те, которые находятся где-то на стороне и предназначенные, а они находятся внутри церкви. Но это те, которые пренебрегают благодать Божью, да, и ведут жизнь как будто бы не для того, чтобы спасение иметь, а для того, чтобы жить в свое удовольствие, да. То есть и нам предупреждаются об этих. Ну хорошо, друзья, мы пойдем дальше. Я просто хотел, знаете, поднялся вопрос, я думаю, стоит нам немножко все-таки осветить вопрос, что действительно, вот то, что брат Василий, да, и другие братья говорили, что здесь конкретно речь идет о том, что это люди, которые будут осуждены, да. И вот в 20 главе тоже Откровение мы читаем. «Кто не был записан в книге жизни, был брошен в озеро Огненное». Перед Великим Белым Престолом то же самое, мы видим, что открыты были книги и другая книга, книга жизни, да. То есть мы конкретно видим это. А тот факт, что это было, они были там от создания мира, да. Вот то, что говорили уже братья, есть, конечно, и тот факт, когда действительно Господь видит, видит наперед. Помните, когда Павел Римлянам говорит в 8 главе от предопределения, на которой так много сегодня делается ударение, то это место начинается с того, кого Бог предопределил, так? Нет, предузнал. Кого Бог предузнал, тех и предопределил. То есть, видя наперед кончину человека, и Господь делает определение или избрание, да, написано. Кого предузнал, тех предопределил, кого предопределил, тех избрал, да, чтобы они были первородными между братьями. Вот это вот сама суть, да, то есть это Господь как бы глядя наперед. И мы с вами, друзья, должны понимать тоже очень важную вещь, что в Писании все-таки мы находим неоднократно много мест, где нам конкретно говорится о том, что Господь меняет, конкретно меняет свое отношение к человеку тогда, когда меняет человек свое отношение к Богу, да, то есть мы этого можем видеть много-много раз, да, Писание об этом говорит, помните, из Икииля, он прямо говорит, 33 глава говорит, я скажу грешнику, смерть не умрешь, а он обратился, жив будет. Говорит, а праведнику скажу, будет жив, а он, говорит, понадеялся, говорит, на праведные дела свои и стал поступать без закона. Говорит, ни одной, говорит, оно не припомянется ему, да, погибнет. Поэтому, друзья, здесь мы тоже, хотя, я думаю, тоже здесь очень важно отметить то, что поклоняющиеся зверы, это, в общем-то, ну, так будем говорить, крайне уникальные люди будут. В том плане, что, вот как мы говорили, антихрист и зверь, да, даже их погибель, да, это настолько необыкновенно. То вот эти последнее время живущие люди, которые будут поклоняться и примут начертания этого зверя и все, да, это будет, знаете, что-то крайне необыкновенное. Я вот просто смотрю, друзья, знаете, вот как развивается зло. Вот просто, да, кажется, ни с того, ни с сего вот из человека начинает исходить зло, да. И ты ничем это не остановишь. Вспомните распятие Христа, да, вот, ну, с чего вот так вот взять разобраться, с чего? Ведь все же, все же, кажется, шло нормально, исцелял, все-все-все, да, но вот эта вот какая-то вот зависть, какое-то негодование, да, вот со стороны первосвященников разожгли, да, и вот такая зло, и не остановишь, и уже ничего не сделаешь, да, вот что-то наподобие. Это будет уникальное такое, уникальное время, очень короткое, три с половиной года. Но вот эти люди, которые будут там, они будут тоже крайне необыкновенны. Хорошо, друзья, есть у нас еще какие-то мысли по вот этому восьмому стиху? Давайте мы тогда пойдем дальше. Девятый стих. «Здесь ум, имеющий мудрость». Удивительная фраза. Хотелось бы вот просто обратить наше внимание на то, что, когда мы читаем что-то такое, да, мы еще находим вот в Откровении что-то подобное, имеющий мудрость. Тринадцатая глава. Пожалуйста. В восемнадцатом стихе написано «Здесь мудрость, кто имеет ум, сочти число зверя, ибо это число человеческое». Число его 666. Вот посмотрите, друзья, да, это не первый раз встречается в Откровении. Что за этим стоит для нас? Здесь мудрость. О чем здесь говорится? Какой надо закончить колледж? Какой надо иметь образование? В какую школу надо пойти, чтобы иметь такое знание, такую мудрость, чтобы сосчитать зверя, чтобы понять или вычислить вот этого зверя и так дальше. Да, брат Славик. Вообще Библия говорит, начало мудрости – это страх Господень. И еще есть такое место, в притче 2 глава, 6 стих «Ибо Господь дает мудрость». То есть мудрость, она от Бога. Человек может быть умным, но никак не может быть мудрым без Бога. По-настоящему мудрым. Мудрость от Бога. То есть, друзья, мы должны ясно понять, да, что никакой колледж, никакое образование и более того, никакая семинария не поможет человеку иметь то, о чем здесь говорит Слово Божие, да. И я так скажу более того, друзья, непринадлежность никакой церкви, никакой динаминации, абсолютно никому не поможет. Вот те, которые будут ходить в страхе Божьем, будут находиться в смирении перед Богом, да. Те, которые, может быть, будут, знаете, как вот мы будем смотреть дальше, да, будут и скрываться, и будут притесняемы, и ненавидимы, да, и так дальше, да. Вот эти будут иметь мудрость. А те, которые, знаете, все хорошо и на высоте, и дипломы, и довольствие, и так дальше, и так дальше, да, а нету смирения, нету вот начала мудрости, страх Господень, да, нету этого. Никто этого не уразумеет и не поймет абсолютно, да. Вот это очень важно, друзья, для нас тоже понимать. Но, между прочим, тоже, друзья, посмотрите, когда это все будет происходить, и вдруг нам в середине вот этих всех событий, или даже уже мы к концу здесь подходим, да, нам говорится о том, что должна быть какая-то мудрость, и говорится о том, что будут имеющие эту мудрость. О чем это говорит, друзья? Это говорится о том, что будут верующие. Это говорится о том, что будут здесь на земле. То есть, в основном, люди не будут это видеть, но кто-то будет иметь мудрость. Мы, интересно, прошлую субботу были на пресвитерском совещании тоже, и какое-то новое там толкование, говорились там о церкви, духовно назидательное было, и как-то и не обращал внимания. Но есть, окажется, и другое толкование, которое говорят о том, что церковь в начале скорби возьмется, но будет большое еще количество верующих людей, спасенных и так дальше, но это уже будет не церковь, да. Но они спасены кровью Агнца, они записаны в книге жизни и так дальше, да. Кто же они тогда, если это не церковь? Да, и как аргументы, ну вот возьмется удерживающий, значит, это Дух Святой взялся, да. Ну а кто тогда спастись может вообще, да. То есть, как бы пытается, да, вот как-то взять и все-таки сказать, что ну да, никуда мы не денемся от откровения, от всех этих мест и так дальше, но это уже все-таки не церковь, да. Ну а кто же это тогда? Кто это, да? Кто это, который имеет мудрость? Поэтому, друзья, это тоже очень важно. Давайте пойдем дальше. Семь голов суть, семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. Пожалуйста, друзья, вот здесь нам дается понимание. И говорится, что будет необходимо иметь мудрость, чтобы уразуметь этого зверя, да. И здесь, помните, мы с вами говорили, очень интересный подход к этому, потому что здесь нам предоставляется этот зверь, как в настоящем времени, того времени, что будет, но дается ему очень такое необыкновенное описание, да. Говорится, семь голов суть, семь гор. Что это за семь гор? Что такое семь гор? Я думаю, что, наверное, 90% всех толкований, которые вы будете читать, будет говориться, что это Рим, который стоит на семи холмах, да. Но, во-первых, здесь говорится о холмах или о горах. Рим стоит на семи горах? Это, наверное, большая разница, холм или гора. Это большая разница. Рим не стоит на семи горах. Кто был в Риме, то проходили, там, в основном, пешком надо ходить, да. Идешь, ну, чуть вверх, чуть вниз, там, опустился где-то, там, вот, все это, да. Но это абсолютно не горы. Окей. О чем речь идет? Брат Рим, а ну-ка, прочитай нам, открой книгу Даниила, вторую главу, 35 стих. 35 стих? Да. Тогда же все вместе раздробилось железо, глина, медь, серебро и золото, сделались, как прах на летних губнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбившись из тукана, и сделалось великой горою, и наполнил всю землю. Хорошо. Вот посмотрите, когда Даниил толковал сонного ходоносора, которому приснился этот великий стукан, состоящий из вот пяти частей, золота, серебро, медь, железо, и железо, смешанное с глиной, пальцы внизу, и потом конец, мы видим, что отрывается камень, ударяет в него, рассыпает все это в пыль, ветер уносит, а этот камень начинает расти и делается горою. Что это такое? И наполняет собой всю землю. Громче. Это тысячелетнее царство Иисуса Христа на земле. Да? И царствование его описано как гора, которая наполнила всю землю. То есть, я не буду сейчас приводить и другие тоже места, но сама суть, что нам здесь показана не физическая какая-то горка или холм, или даже большая гора, какая бы там она ни была, да, а здесь практически. Нам прямо показано, что в смысле горы имеется скорее как вот политические какие-то державы, да, какие-то страны, цари и так дальше. Более того, посмотрите, мы когда посмотрим дальше, 10 стих, нам говорится, что эти семь голов, это говорит семь царей. Окей? Это не просто горы, а здесь нам прямо дается толкование. Поэтому, друзья, я просто хотел бы, чтобы мы тоже были внимательны, потому что вы будете это и слышать. И как я уже говорил, когда читаешь толкование, да, я не знаю, я, ну, порядка, может быть, уже трех-четырех десятков просматривал их, да, 90% даже больше, да, говорят, семь гор, это семь холмов Рима, да, но здесь прямо говорится, это говорит семь голов, семь голов в суть, семь гор и семь царей. Это не холмы, это не город какой-то, это не что другое, да, а это семь царств, да, и нам говорится, которых пять пали, один есть, другой не пришел. Когда говорится о том, что пять пали, один есть, другой не пришел, это о каком времени говорится? Здесь ему говорит ангел, говорит, вот ты смотришь на этого зверя, видишь семь голов, пять, это говорит семь царей, пять пали, так, один есть, окей, вот мы сегодня стоим, пять пали, один есть, один еще не пришел, кто есть? Да, пожалуйста, Славик. Можно такое допустить, что один есть, это Иоанн когда писал, это был Рим, Рим, империя, Римская империя, это вот один из царей, одно из царств, опять пали, это мы говорили египетская, ассирийская, такую вот версию можно допустить? Ну да, правильно, друзья, мы должны просто понимать, что это говорится в то, к тому времени, как находился Иоанн, даст нам Бог, мы доживем до последнего времени, когда будет уже самый последний, мы же не будем читать и будем говорить, пять пали, один есть, а седьмой пришел, да седьмой вот он уже тут, то есть это, когда говорится, относится непосредственно ко времени Иоанна, и когда был Иоанн, пять уже прошло, одно Римская империя, это он вот как раз в то время был, и он говорит, после этого, да, будет, говорит, седьмое. И посмотрите, как он говорит, недолго ему быть, очень недолго, то есть будет седьмой, но будет на очень короткое время, недолго ему быть, да. И как раз таки, когда мы вот просматриваем откровение все, да, то мы видим, что на самом деле с разных сторон смотреть, да, Сама вот та великая скорбь, о которой мы говорим, это в реальности три с половиной года. Хотя, конечно, он-то будет дольше. Но само его действие в силе будет три с половиной года. Действительно, очень коротко. Пожалуйста, какие у нас еще есть мысли? Я просто тогда повторю. Если смотреть от потопа, то на время Иоанна действительно было пять царств, которые были большие, которые практически, ну, так если можно выразиться, охватывали культурный мир, если так можно назвать, того времени, или цивилизацию того времени, и которые активно верили вражду, в войну против Израиля. Первое, которое такое было, это Египет. Еще Израиль только зарождался. И мы видим, что в Египте фараон начал уничтожать. Второе мощнейшее государство, которое тоже постоянно вело войну против Израиля, это Ассирия. Третье, которое завоевало Израиль, это Вавилон. Следующее, которое имело дело с Израилем, это Меда-Персидская. Дальше, греческое, да, Епифан, которое уже после Александра, когда разделилось на четыре части, да, и он практически осквернил храм и так дальше, это все часть этого, да, это вот Александр Македонский и что было дальше. Потом Рим, который практически уничтожил Иерусалим, Израиль рассеял, и царство Израильское перестало существовать. Шесть, да. И потом нам Писание говорит, что к концу времени Израиль опять соберется, но ненадолго. И опять начнется вот этот седьмой. Окей? Хорошо. Какие у нас еще есть мысли по этому? Давайте тогда идем дальше. Одиннадцатый стих. «И зверь, который был и которого нет, и есть восьмой, и исчезла семи, и пойдет в погибель». Как это соединить с предыдущими стихами? Восьмой, девятый, десятый. И вдруг одиннадцатый. В восьмом мы видим зверь. И мы видим о том, что здесь, особенно вот девятый и десятый, да, что это семь гор, это семь царей и так дальше. Зверь, который имеет вот семь голов, это обозначает, что вот непосредственно вот эти царства, о которых мы говорили на протяжении всего времени. И вдруг нам говорится, что зверь, это не на протяжении всего времени, а это зверь восьмой из числа семи, который тоже называется зверем. Так кто же зверь? Тот, на котором сидит жена, или вот этот один какой-то восьмой из числа семи, когда все семь тоже зверь. Вот когда они все вместе семь, все вместе семь. Это зверь. Теперь нам говорится, подожди, не это зверь, а вот из семи еще есть один, вот это зверь. Так что же зверь? Да, пожалуйста. Когда мы рассуждали о том, что люди удивлялись, видя этого зверя, которого не было, просто такая как мысль, что вот этот седьмой, который умер и воскрес, он же восьмой из семи. Может такое быть? Да, ну это правильно, это все правильно. Но я просто хотел, чтобы мы опять немножко вспомнили, что же нам предоставляется в образе зверя в этой главе и вообще в предыдущих главах. Мы видим вообще, что в Откровении восемь раз говорится о звере. Восемь раз. И что же это? Да, пожалуйста, брат Славик. Ну, наверное, восьмой это Антихрист, последний Антихрист. Окей. Именно зверь. А седьмой что будет? Седьмой? Да, седьмой что? Ну, мы, помните, разбирали в прошлый раз, на прошлом разборе, что вот эта вот личность, вы говорили, что три с половиной года он был один, а потом его не стало. И как бы он воскрес, появился он же, но совершенно другой. И это уже зверь в полной силе, одержимый, как бы дьявол вошел в него, и он, как бы он является Антихристом. Как бы до этого он был, я не знаю, правильно выражаюсь или нет, как бы три с половиной года одним, потом он смертельно рано, он умер, как бы умер. И потом вышел из бездны, уже вышел в силе Антихрист. Хорошо. Хорошо. Еще какие мысли? Значит, посмотрите, друзья, мы с вами уже немножко на эту тему говорили. Я просто хотел, знаете, как бы повторить для чего. Так бы хотелось, чтобы все-таки мы эту мысль усвоили хорошо, потому что без этого очень легко потеряться. Как бы три таких мысли, которые мы здесь видим. Первое, когда нам здесь показано, что зверь семь голов, мы должны понять, что это вообще царствование дьявола здесь на земле. Помните, когда пришел Христос, берет его дьявол, искушая, мы читаем в 4 главе Матфея, Луки, да, поднимает его на весьма высокую гору, показывает ему все царства мира, и он говорит, это мое. Говорит, поклонись мне, и я отдам тебе, да. Ну, в то время это Римская империя была, да. Господь разве с ним спорил, что это принадлежит ему? Нет, не спорил. Помните, когда мы с вами читаем какая-то глава, 15 глава, наверное, Иоанна, да, когда Христос находится с учениками на вечере, да, и он говорит, вот идет князь мира, какого мира? Всего здесь на земле, да, и говорит, во мне не имеет ничего. Он его называет князем этого мира. Он здесь князь. Значит, посмотрите, друзья, когда мы с вами видим Даниила, вторую главу, еще раз, этот истукан, который приснился на уходоносуру, и ему дает толкование Даниил. И он ему конкретно говорит, да, вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, до самого последнего. Понятно, к этому времени уже Египта и Осирии нет, да. И потом нам показана очень удивительная картина. Вот тут я хотел вашего внимания, друзья, смотрите. Ударяет камень. Куда ударяет камень? В голову. Ударяет камень в самые ноги, в пальцы. Там, где глина и железо перемешаны. Да? И что дальше происходит? Ну, по идее, правильно было сказать, да? И ноги рассыпались, и ветер унес их. А что разбивается? Разбивается весь истукан. От головы до низу. Вы понимаете суть? Все это зверь. И то, что золотая голова, и то, что серебро, и медь, да? Все это зверь. Все это зверь, да? И когда это, если так можно выразиться, за этим стоит одно. Одно стоит, да? И когда ударяет, понятно, по времени, идет там золотое, там ниже, да? По времени ударяет камень в ноги. То есть, по времени определить, это самое последнее время. Вот он ударяет. Но разбивает всю эту систему мировую. Понимаете? И вот это все называется зверем. Вторая мысль, друзья. Когда придет Антихрист, и он будет здесь начинать свое движение и так далее. Он сразу выйдет так, что ему все поклонятся, и он будет как Бог, и сядет в храме, как мы фессалоникийцам читаем. Сразу это произойдет? Нет, не сразу. Это совершенно не сразу. Помните, опять я вас ворачиваю к Даниилу, теперь к седьмой главе. Теперь он видит, уже Вавилона практически нету. Теперь он видит четыре зверя, да? И он видит медоперсов, он видит греков, он видит Рим, и он видит последнего зверя, у которого десять рогов. Мы еще к рогам подойдем, да? Десять рогов. И нам интересно говорится, они по порядку идут. Здесь мы увидим сейчас рога совсем другие, они приняли одновременно власть, да? А то по очереди. И потом мы видим, что в очередном порядке выходит одиннадцатый. И перед ним, как бы он уничижает, перед ним падают трое предыдущих, да? И он стал большим, да? И этот рог, нам говорится, имеет уста богохульный. И этому рогу одиннадцатому дано вести брань со святыми и победить его, да? И мы явно, очевидно видим, что это антихрист. То есть, посмотрите, вот этот последний зверь, да? Это предоставляет собой личность или предоставляет собой государство или, так скажем, какую-то державную систему какую-то? Систему. Это не личность. В этой системе личность, которая нас интересует, это одиннадцатый рог. Вы понимаете, да? То есть, одна, то, что мы видим в звере, это все правление этом миром. Вот она показана. Семь гор, семь царей. Вторая, мы с вами тоже должны очень ясно понимать, что последняя, вот эта голова, которая здесь предоставлена как голова, а в Даниила, седьмой главе, как четвертый зверь, это тоже своего рода в кавычках государство, да? Но оно необыкновенное. Помните мы, Даниила, я не буду сейчас ворачиваться, седьмую главу, когда мы читаем, то нам повторяется несколько раз о том, что оно необычное, что оно необыкновенное, да? И мы с вами, помните, приводили о том, что очень-очень похоже на то, что мы сегодня называем ООН, ООН, да, и как сегодня идут вот эти их генеральные секретари или как их в реальности как президенты, да? И какую они роль играют, и как бы похоже, не будем как бы много вдаваться в этом, да? Но сама суть, сама вот эта система, которая в реальности правит всем миром, да? Вот она, седьмая голова. Но теперь третье, то, что тоже называется зверем, это уже конкретно личность Антихриста. И вот здесь, в семнадцатой главе, практически соединяются эти три. Вот почему здесь, когда вы смотрите толкование, то очень много, ну, недоразумений, знаете, ну, конфьюжен, да, какая-то. Вот как-то не могут люди соединить, как же это все? Потому что здесь предоставляется и одно, и второе, и третье. Но фокус идет на третьем, на самой личности. Когда вы читаете восьмой стих, зверь, которого-то вы видел, был и нет его, выйдет из бездны и пойдет в погибель. Это личность. Дальше, одиннадцатый стих. Зверь, который был и которого нет, есть восьмой и исчезла семи и пойдет в погибель. Это то же самое. Это личность. Это непосредственно Антихрист. И тот, который мы потом дальше будем видать в девятнадцатой главе, который был брошен в озеро Огненное, это он же, это личность. Это уже не идет речь о какой-то системе державной, о государстве, о царстве или еще что-то. А это уже идет о личности. Какие-то вопросы или, может быть, кто-то как-то по-другому видит, понимает это? Пожалуйста. Да, брат Виталий. Не понимаю, как бы чуть-чуть. Вот если одиннадцатый стих берем. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи. Из каких семи? Из тех, что империи? Так же? Так. А если седьмая – это его империя, то почему он восьмой из семи? Он как бы седьмой, он как бы глава седьмой империи. А почему же восьмой он из семи? Вот непонятно. Почему восьмой? Посмотрите, дальше мы, вернее, в предыдущем стихе мы читаем. «И семь царей». Значит, посмотрите, он говорит «сем гор и семь царей». За всеми этими горами, особенно у истоков, всегда стоял какой-то царь. В Вавилонской империи стоял Навуходоносор. Греческой – Александр Македонский. Римский, вернее, медоперсидской – Дарий, первый и так дальше. То есть, мы даже всех, я и не помню уже, но сама суть. Здесь мы видим, опять-таки, очень интересное выражение. «Зверь, который был и которого нет». Это понятно, да? Есть восьмой, но он из числа семи. То есть, я больше здесь усматриваю, что вот из тех, которые, как мы говорили, как государство, да, были. И вот это вот последнее, вот то, что Славик уже говорил, брат, да? То есть, практически последним правителем, то, что мы будем говорить, мировой последней империи, будет зверь, да? Но потом что-то произойдет, его не станет, и он опять появится. То есть, он из семи, которые были перед этим, да? Но есть в реальности, как бы, восьмой. Это так, как вот я это могу себе видеть. Если у кого-то есть другие мысли, пожалуйста. Да, брат Яков. Из того, что мы только что говорили, что если это личность, то есть, это не говорится о каком-то государстве или какой-то там империи. Как я вижу, как я так думаю, что вот эти все семь империй, семь государств, которые вот, которые были, которые там есть и которые будут на короткое время, то вот этот одиннадцатый стих, это сам сатана в лице Антихриста, он просто придет и будет уже делать, скажем так, завершающий этап своей ярости. Хорошо. Еще какие мысли? Вы поймите, друзья, помните, даже когда мы только еще начали вот проходить непосредственно все вот эти вот события, и помните, когда начиналось все с печати, шестую главу, это я сейчас просто вернусь назад, да, шестая глава, и здесь нам говорится об этих печатях. Значит, Агнец снял первую из семи печати, и мне животное говорит, иди смотри, «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить». Посмотрите, конь белый, на нем всадник, в руках у него лук, на голове у него венец, идет он как победоносный. Это кто? Сразу хочется сказать Иисус, да? На белом коне и так дальше, а потом мы читаем, «Другой конь, и взято взять мир с земли», и мы видим, что другой конь рыжий, и потом следующий, мы видим уже, когда он снял третью печать, видит конь черный, да, и мы видим, что голод и так дальше. То есть, ну не о Христе же идет речь, мы разбирались, да? А кто же это? И это самое начало. Вот это он и есть. Вот это он и есть, этот седьмой, да, и он потом... Вот теперь, друзья, знаете, я на что хотел сейчас немножко, у нас еще время есть, на что хотел еще обратить наше внимание. Чтобы нам немножко понять и уразуметь, вот как бы собрать некоторые вот эти события, потому что мы идем, вот стих за стихом, как бы оно немножко теряется, общая такая картина. Посмотрите, вот здесь когда говорится, что зверь восьмой, да, нам говорится о том, что он был, и потом его не стало, и потом он есть. Вот первый вопрос. Был, не стало и есть. Это относится, ну вот если так можно выразиться, точка отсчета. Это жизнь Иоанна? Или жизнь наша? Или вообще о чем идет речь? Или это на протяжении истории? В шесть тысяч лет. Был, не стало, есть. О чем идет речь? И все вдруг удивились. Какая, где вот эта точка отсчета, да, вот этого времени? Был, не стало, и опять появился, и все в изумлении. Пожалуйста, брат Виталий. Это о личности идет речь, а не о империи какой-то. Хорошо, это о личности, но о чем здесь идет речь? Здесь идет речь о жизни Иоанна, его точка отсчета. Как мы говорили, вот пять было, теперь шестой, и придет седьмой. Или о чем это идет речь? Нет, ну это вот был человек, не стало его, и он опять стал. Правильно. И это речь идет о живущих на земле, потому что, посмотрите, мы здесь в восьмом стихе читаем. Я еще раз хотел обратить внимание, чтобы мы видели эти места. Посмотрите, значит, зверь, да, он был, нет его, выйдет известный. И удивятся и живущих на земле, имена которых не вписаны книги жизни. Значит, на время, вот того, что будет происходить, короткое время, каких-то мы говорим семь лет, да, живущие в это время, они будут его видеть, потом его не стало, и потом он опять появится. Мы понимаем, что это относится к этому времени, что это не ко времени Иоанна, это не покрывает промежуток времени в шесть тысяч лет, как сегодня пытаются говорить, что это воскрешение Римской империи, или вот в виде католической церкви, или еще что-то. Совершенно нет. Почему? Откуда мы знаем, что это относится непосредственно вот к этому промежутку времени? Откуда мы это знаем? Просто каждый из нас догадывается об этом, или у нас есть основания к этому? Правильно. 13 главу откройте. «И видел я», 13 глава, 3 стих, «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, и эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, опять смотря за новостями, не отрываясь, и поклонились зверю, который, дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, «Кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Смотрите, это промежуток короткий. Одна личность, связанная с теми, которые живут в то время. Конкретно нам показано, поэтому мы не можем принять вот эти толкования, которые пытаются это все перевести в какую-то символику, и сказать, «Это Рим, и опять Рим воскреснет, и это католическая церковь, экономическое движение, накроет все». Да, экономическое движение мы здесь видим. Все примут одну религию и так дальше, но здесь вообще не идет речи ни о католицизме, ни вообще не идет речи о Риме и так дальше. В то время будут люди, они будут видеть его, потом его не будут видеть, и они опять увидят его. И это будет великое чудо такое, что приведет их в изумление. Написано, что удивлялись все люди. Посмотрите, здесь прямо написано, «дивились». Это изумление. Это конкретно ясно нам показано. Теперь посмотрите дальше, друзья. Когда мы с вами читаем 11 главу, чтобы нам сейчас немножко понять, как бы соединить вот этот ход событий, связанный с этим зверем. Посмотрите, 11 глава. И мы читали здесь, «И да нам не трость, подобная жезлу, и сказано, «Встань и измерь храм Божий, жертвенник и поклоняющихся в нем». А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. Это сколько? Ровно 3,5 года. И более того, и дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней. Это сколько? Это 42 месяца. Это тоже 3,5 года. И потом, посмотрите, мы видим, они будут делать то и другое, все. И потом, посмотрите, когда кончат они свидетельство, 7 стих, «Зверь, выходящий из бездны». Значит, к этому времени, когда он сразится с ним, он уже выйдет из бездны. Помните, мы на прошлом разборе говорили, что это значит, выходящий из бездны? Что это значит? Потому что из бездны выходят кто? Выходят люди? Духи выходят из бездны. И мы говорим, что же это все-таки значит, что выходящий из бездны? Это как раз таки связано с этим событием. Был, нет и стал. И он говорит, что это уже будет, когда он уже выйдет из бездны. И он сразится с ними, победит их и убьет. То есть, мы видим это событие. Теперь посмотрите, друзья, немножко дальше. Когда мы прочитали то, что произошло вот здесь в 11 главе, связанное с храмом. Окей? Помните, что Христос говорит в Евангелии от Матфея? Читаем Евангелие от Матфея, 24 глава. Посмотрите. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет, опять надо иметь разум, мудрость, да, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот не обращается взять назад одежды свои. Горе беременным, питающийся сами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, то есть ради верующих, да, сократятся те дни. Тогда если кто скажет вам здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжепророки, дадут великие знамения, чудеса, чтобы прелестить, если возможно, избранный. Вот, и она вперед сказал вам. Теперь ворачиваемся в откровение, 12 главу. Помните, жена, облеченная в солнце, рождается младенец, этот младенец взят от земли и так дальше. И потом мы видим, что 7 стих 12 главы произошла на небе война, Михаил и ангелы воевали против дракона и не устояли, не нашлось здесь места, «Низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволой, сатаною». Да, и мы видим дальше, что «и так веселись небеса и горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол великой ярости». 12 стих, зная, что немного ему остается времени. Когда дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. О чем речь идет? О ком? Об Израиле. Начинается сильнейшее гонение на Израиль, которое предрек Господь. И он говорит, это гонение начнется когда? Матфея 24, глава только мы читали. Когда увидите мерзость запустения, реченое пророком, бегите, бегите, говорит. Кому он говорит, бегите? Израилю. Конкретно и ясно. А теперь, друзья, давайте попробуем немножко собрать все это как бы вместе. Еще одно место, между прочим, я хотел тоже взять и прочитать, это Луки 21, глава. И посмотрите, 24 стих нам говорится здесь «Горе беременным, питающимся сами» 23 стих «В те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, на Израиле, и падут от острия меча и отведутся в плен во все народы. Иерусалим будет попиран язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Что значит окончание времена язычников? Тысячелетнее царство. Конец он говорит доколе не окончится. И посмотрите, мы когда только что читали откровение, то нам прямо и конкретно говорится здесь о том, что посмотрите, когда мы читали за храм, еще раз вернемся к этому, посмотрите, что он будет попирать, что они будут язычники, будут попирать святой город 42 месяца. Значит, посмотрите, друзья, что произойдет. Точно появление на сцену или, так сказать, на арену выход вот этого политического деятеля, да, как бы нам точно не показано. Время точно не указано, да, но он выйдет. Я так скажу, зачастую это относит вот то, что в Даниила мы читаем о седьминах в 9 главе, да, седьмая седьмина, то есть он выйдет как лидер и каким-то образом он сможет соединить вот, знаете, все вот эти движения на Ближнем Востоке, там, арабов, там, и так дальше, да, и храм будет построен, и начнется жертва приношения. Это его начало деятельности, то есть приблизительно относит вот начало семи лет, да, но это не и есть великое скорбь. Здесь он выходит на белом коне, да, начинаться события какие-то происходить, еще там что-то, да, но в целом объявят мир и безопасность, все как бы будет хорошо, наконец прекратились все вот эти трения и так далее, да, но потом происходит что-то необыкновенное, до конца нам не открыто в Писании, но этот человек получает смертельную рану, и его как бы он уходит, на как долго, когда он ее получает, нам тоже не открыто до конца, или это несколько дней, или это несколько месяцев, или еще что-то, да, но когда он в кавычках как бы воскресает, да, когда нам говорится, что как бы смертельная рана и исцелела, и все девятся, да, то здесь не просто он воскресает, вот это событие, вот мы читали, да, оно вызывает огромное изумление, удивление всех живущих на земле, люди просто прикованные смотрят на это и они дивятся, кто, и кто сразиться с ним может, это такая, значит, чудеса, знамения, воскрес из мертвых и так дальше, Писание говорит, из бездны поднялся, да, и так далее, но с вот этим его воскресением происходит очень удивительное событие, когда весь мир на него вот так смотрит, с таким удивлением, написано во 2 Фессалоникийцам он садится в храм, выдавая себя за Бога, и здесь начинается прямое поклонение ему, вот это уже то, что нам называется восьмой, то есть личность как зверь, ему поклоняется, он творит чудеса, начинаются вот эти страшные все события, которых мы читаем, да, это вот эти три с половиной года, поэтому, друзья, значит, посмотрите, практически в Писании нам показано, что его правление разделено на две части, первая часть, ну давайте так скажем ориентировочно, первых три с половиной года, он больше ведет работу как политический деятель, и это будет как держава, ООН, или еще что-то, храм построен, какой-то относительный мир, и так дальше, да, потом нанесена смертельная рана, как будто он исчезает, но когда он воскресает, в кавычках говоря, да, то он уже приходит на арену, не просто как политический лидер какой-то, да, ему уже ООН не нужен, понимаете, да, теперь эти десять царей, которых мы будем в следующий раз рассматривать, которые с ним получили как бы вместе власть, да, они теперь отдают ему эту власть, он теперь как Бог, он теперь как религиозный лидер, он теперь как политический лидер, да, он теперь все во всем, как Бог сел в храме, творит чудеса, с ним работает лжепророк, тоже зверь, второй зверь, который совершает чудеса перед ним, и так дальше, все, да, вот так выглядят события, если их посмотреть, ну, если так можно выразиться в целом, да, то, что касается зверя, то есть последнее время вот эти две части, первая часть, когда он будет как политический, и мы будем говорить, это как седьмая голова, то есть это как вот какое-то, какая-то держава, или еще что-то, да, но после его воскресения это уже будет совершенно другое, и он как раз тот, который из числа семи, но он как бы теперь восьмой, и он теперь совершенно, если так можно выразиться, в другой форме, и он действительно над всем миром, но ему структура как такова уже, да, не нужна, потому что ему отдали это все, там уже какой-то политики или еще что-то, там уже поднялось намного выше, чем это, так что вот это то, что практически вот мы видим. Хорошо, есть у нас какие-то, может быть, до 11 стиха вопросы по этому? Хорошо, мы тогда, даст Бог, на следующий раз, тогда пойдем уже с 12 стиха. Разбор проводил Виталий Корчевский, продолжение следует.